привет друзья вы на канале айти муравейник и сегодня будет немножечко необычный выпуск как правило я здесь рассказываю про какие-то штуки связанные с языком программирования common list но сегодня я хочу поделиться впечатлениями о том как прошел хакатон недавно я участвовал в довольно большом хакатоне который называется лидеры цифровой трансформации в этот раз он проходил не в москве в краснодаре правда ездить в краснодар к счастью не пришлось потому что как он проходил в онлайн формате а в краснодаре было только награждение хотя почему к счастью если бы мы попали в тройку лидеров возможно я бы съездил в краснодар а так моя команда заняла лишь четвертое место из примерно 70 претендентов что же мы делали мы делали сайт для он бординга новых сотрудников в компании и сегодня я хочу как раз показать что получилось и как это выглядит внутри естественно разработка велась использованием языка common list потому что где еще его использовать как не на хакатонах во время которых очень сжатые сроки а сделать надо очень очень много всего в этот раз на хакатоне я был из-за бэкендера и за фронтендера то есть я делал и визуальную часть тоже это позволило мне полностью развернуться и использовать свой common list веб-фреймворк реблокс а реблокс он хорош тем что позволяет такому программисту как я который привык к бэкэнду описать всю логику приложения и то как она должна отображаться на стороне бэкэнда вот сейчас вы видите за мной как раз лендинг нашей страничке которую мы сделали во время хакатона вот так выглядит наш лендинг собственно никто даже по нему и не скажет что внутри под капотом у него common list настоящий момент вход на сайт только по приглашениям поэтому можно либо залогиниться своим имейлом либо войти по специальной приготовленной пригласительной ссылке для отправки емейлов мы используем api сервиса resend он оказался довольно удобен в использовании но к сожалению в бесплатной версии можно один аккаунт привязать только к одному домену тем не менее я для resend'а сделал специальную common list библиотеку которая облегчает отправку писем через него а также она служит эта библиотека служит плагином для другого расширения реблокс аус реблокс аус это библиотека для фреймворка реблокс которая позволяет держать в базе список пользователей а также разными способами этих пользователей аутентифицировать и вот один из таких способов это аутентификация по емейл например если я введу здесь свой емейл вот я получил ссылку для входа на сайт просто кликаю сюда вот я вошел на сайт давайте немножечко поясню что надо было сделать в рамках хакатона нужно было сделать систему в которую сотрудник hr может вносить новых сотрудников и строить для них план адаптации то есть когда человек новенький приходит в команду он должен пользоваться этим сайтом для того чтобы понять как ему вообще влиться в новый коллектив какие процессы есть в этой компании и так далее вот сейчас я залогинен как и чар сотрудник и тут можно посмотреть например какие есть отделы в компании можно посмотреть на карточки сотрудников отредактировать их добавить нового сотрудника и так далее все это реализовано на common лиспе также у нас есть тут ролевая модель мы специально для того чтобы жюри было легче тестировать сделали так чтобы между тестовыми аккаунтами можем было быстро переключаться например я могу кликнуть на эту кнопку и как бы стать сотрудником которому нужно адаптацию проходить а у сотрудника на дашборде видно какие этапы он уже прошел и что еще ему нужно изучить тут есть документы которые можно прочитать а потом ответить на некоторые вопросы для того чтобы обозначить то что ты все понял вот кроме того в плане адаптации есть прикольные штуки например мы придумали что можно не только документы давать человеку для изучения но и также встраивать какие-то мини игры например вот в качестве такой игры в рамках хакатона мы сделали игру для изучения своих коллег того как их зовут по вот таким карточкам например здесь мы видим фотографию или аватар сотрудника его должность и дальше мы должны угадать как его зовут путем прохождения такого такой игры новенький человек изучает то как зовут его коллег и лучше их запоминает кроме того эта система она еще трекает все достижения все ответы и потом сотрудника чар может составить какую-то аналитику и посмотреть что какие лучшие материалы усваиваются сейчас я прокликаю вот как бы я прошел еще один шаг из этого плана адаптации разбит по разным периодам все это знание накапливается в базе и дальше по ней может строиться аналитика вот если мы перейдем на экран и чар менеджера то он видит тут некоторую статистику и графики потому как сотрудники фирмы проходят он бординг вот такой вот сайт я его сделал примерно за неделю сделано полностью на ком лиспе давайте взглянем поскольку у нас канал вообще-то о программировании они о том как должны проходить он бординг сотрудники давайте взглянем внутрь и посмотрим из чего состоит этот сайт вот код который работает под капотом сайта основная логика лежит в папке сервер срц здесь код разделен на несколько под папок в папке модели у меня лежат модельки базы данных которые описаны с помощью к рм мето мистера фукамачи не то позволяет описать таблицы виде обычных common лисп классов с полями единственное отличие от обычных классов это то что здесь можно указать тип колонки в базе данных вот и дальше мита дает возможность создавать новый экземпляр этих классов и сохранять их в базу данных либо делать какие-то запросы вот в папке модели лежат такие модельки и у нас есть еще тут две интересные папки это пейджис и виджет в них описан интерфейс если мы взглянем на пейджис то можем например посмотреть на страничку дашборда например и чара что мы на ней увидим мы основной метод render который как раз и генерит html содержимое страницы тут есть какой-то код который как раз отображает странички точнее он отображает не странички а он отображает таблицу со статистикой если мы пойдем на дашборд вот эта таблица со статистикой она как раз генерится вот этим вот кодом прикольно было в этом хакатоне то что пока я над ним работал я дополнительно делал специальную библиотеку аддон к реблоксу который позволяет в разных стилях показывать виджеты типа например вот этой же таблицы то есть данном случае мы говорим создая нам таблицу у которой есть вот такие колонки где-то вот выше они описаны до колонки и такие данные внутри лежат кроме того там будут в этой библиотеке и разные другие виджеты например позволяющие добавлять новые строки в колонку там есть виджет который позволяет редактировать ячейки и у меня еще очень много много планов на то чтобы сделать это эту библиотеку полноценным набором виджетов для того чтобы можно было такие вот сайты собирать на common лиспе просто из готовых блоков накидал кнопок табличек графиков меню все это будет поддерживаться в этой библиотеке из коробки ссылочку я оставлю внизу в описании но предупреждая что там пока полный work in progress и этой библиотекой пока лучше не пользоваться но зато можно подписаться на очень звук и следить за новыми релизами вот пожалуй это все из интересно а кстати вот я говорил что я использовал библиотеку recent для того чтобы рассылать письма и вот здесь есть например шаблончик письма которая 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 приходит человеку когда он только зарегистрирован в сервисе шаблон письма тоже используют common лисп и шаблонизатор spinneret для того чтобы сгенерировать html версию письма вот так выглядит шаблончик вроде показал все интересное деплоится этот сервис с помощью докера собирается бинарник упаковывается в докер контейнер и все вперед тут вот есть кучка виджетов виджеты это более маленький байк более маленькая часть страницы в реблоксе например можно посмотреть на виджет который показывает блок с вопросами под материалами которые человеку нужно изучить тут может быть ряд вопросов ряд ответов на них и этот виджет он фиксирует ответ то есть вот например форма которая функция которая показывает этот виджет пока человек не ответил форма рендерит ряд ответов в виде радио баттонов и кнопку ответить когда человек нажимает кнопку ответить вызывается функция сейв резалт вызывается функция сейв резалт вот она выше это просто замыкание то есть никакая логика на фронт-энде нам нет нужды описывать всю логику с помощью джава скрипта потому что когда форма садмититься она обрабатывается полностью на бэкэнде например в данном случае при ответе на вопросы вызывается вот эта common лист функция и она может сохранить правильный ответ в базу что вот собственно здесь и происходит мы сохраняем с помощью mito save down ответ а дальше мы обновляем состояние виджета где была форма говорим что ответ дан и обновляем сам виджет когда он обновится при рендере уже будет использоваться вот этот кусок который покажет верный был ответ или неверный и скроет форму с кнопкой ответить вот так вот работает если вкратце то так вот работает веб-фреймворк реблокс я в описании оставлю на него ссылку а также там в документации есть небольшой туториал который показывает как сделать прост простенькое веб-приложение с туду листом и на этом простеньком веб-приложение можно потренироваться создавать сайты на фреймворке реблокс и с использованием common лист по кстати один забавный факт common лист в этом хакатоне позволил мне очень быстро добавлять фичи и тестировать свои идеи за счет интерактивности которая присуща common лист по про интерактивность common лист по это почему она отличается от всех других известных мне языков я рассказывал вот в этом видео обязательно посмотрите если не видели но суть в чем когда начался хакатон я запустил common лист процесс и начал добавлять туда код реализующий те или иные фичи которые придумывал наш продукт хакатон длился неделю за эту неделю я ни разу не перезапускал этот процесс с веб-сервисом просто постоянно добавляя и изменяя код прямо внутри него то есть от момента когда я добавил новую фичу и могу показать ее коллегам по хакатону проходила до меньше секунды проходила потому что я просто нажимал шоткат в емаксе и изменения сразу оказывались в в проде какой другой язык может похвастаться таким я не знаю если у вас есть идеи напишите внизу в комментариях но пока пока у меня нет лучшей альтернативы чем common list для проектов которые требуют очень быстрый обратной связи и мгновенной мгновенного тестирования иди гипотез ну а на этом у меня все надеюсь вам понравился тот проект который я показал если надумаете можете присоединиться к следующему хакатону и может быть мы будем пилить проект на common list вместе ну все пока всем ли спа ваши сердца с вами был проект Артем Муравейник и я Александр Артеменко Артем Муравейник